которые мы преследуем, преследует школа, это дать современное качественное образование, да, цель поставлена и нашим президентом и правительством, это выйти, ну вот к 24 году, сейчас, наверное, в связи с коронавирусом попозже это будет, попозже будут сроки, к 30 году, в десятку стран по качеству, лучших стран по качеству образования, да, вот что же, что же нужно сделать для того, чтобы вот достичь этой цели, что нужно сделать, каким образом, каким образом мы можем это, это сделать, вот презентация появилась, но она, к сожалению, у меня почему-то, ну сегодня, коллеги, значит, что нужно сделать, вот как, вот современный, современный человек, да, каждый день мы с вами должны осваивать какие-то новые знания, какие-то новые умения, да, вот посмотрите, пожалуйста, и, значит, задача перед современным человеком, он не только должен что-то знать и что-то уметь делать, современный человек должен еще уметь учиться делать, да, уметь учиться получать эти новые знания, вот посмотрите, пожалуйста, возьмем современную, возьмем современную ситуацию, коронавирус, да, вот недостаток образования, да, недостаток сформированности мышления, недостаток вот умения работать с информацией приводит к достаточно плачевным результатам, да, масочный режим не соблюдается массово, ну, во всяком случае, вот в больших таких вот городах, это ведет, вот уровень, уровень заболеваемости не снижается, уровень смертности тоже достаточно высокий, то есть, коллеги, карантин отменен, но коронавирус не отменился, да, вместе с карантином, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности, то есть, к сожалению, не сформированность, вот умение учиться, умение работать с информацией приводит к фактической угрозе жизни, поэтому вот архиважно, современные требования, надо научить учиться, надо научить самостоятельности в познании каких-то знаний, которые нам нужны для того, чтобы даже сохранить жизнь, вот маски эти голубые, которые сейчас все носят, если вы присмотритесь, то посмотрите как, и продавцы в магазинах, и многие, многие не закрывают, закрывают только рот, не закрывают нос, тогда уж лучше совсем не носить эту маску, это бесполезно, или эта маска, она не совсем подходит к лицу, сбоку, вот здесь вот от маски, большие отверстия, то есть, это говорит о функциональной неграмотности человека, да, вот, маска для чего? Для того, чтобы закрыть слизистые, закрыть органы дыхания, для этого они должны быть закрыты, не должно быть в маске, не должно быть отверстий, где свободно циркулирует воздух, воздух должен поступать только через маску, поэтому вот маску нужно особым образом приспособить к себе, к себе и так далее, то есть, вот понимаете, вот это вот умение, функциональная грамотность, да, должна быть, для того, чтобы вот, мы, во-первых, должны научиться носить эту маску, да, вот, ну и так далее, вот, к сожалению, я не могу, я должна, вынуждена буду ещё раз сейчас позвонить, у меня не, не идёт презентация, почему-то что-то у нас с презентацией совсем, а, всё, появилось, ура, вот, посмотрите, пожалуйста, значит, для того, чтобы научить учиться, что нужно сделать, вот, коллеги, что, на что нужно обращать внимание, ну, во-первых, для того, чтобы самостоятельно учиться, нужно уметь читать, да, формирование читательской компетенции и уроки планиметрии, уроки геометрии, как нельзя, это же идеальный инструмент для формирования читательской компетенции, это анализ, да, текста, выделение существенных признаков, извлечение нужной информации, создание на этой информации, на основе имеющейся, создание новой информации и так далее, применение полученной информации, вот, к реальным, ну, вот, к насущным нуждам, к решению задачи, к ответу на вопрос и так далее, значит, вот, умение формирования читательской компетенции, умение работать с информацией, представленной в разном виде, вот, сейчас очень много информации по тому же коронавирусу в разном виде, и текстовые файлы, и, вот, условные обозначения, и там, и фотографии, и графики, мы постоянно смотрим эти графики, представленные в разном виде, и диаграммы, и так далее, их нужно уметь читать, да, с ними нужно уметь работать, вот, этому надо обучать, да, способы рассуждения, овладение способами рассуждения, человек должен уметь анализировать, да, уметь доказывать свое, свое утверждение, там, свою гипотезу проверять и так далее, вот, различные способы рассуждения, дедуктивное построение логика, построение дедуктивной цепочки рассуждений, доказательная база, доказательная сфера, вот это вот архиважное, и здесь геометрия просто незаменима, да, вот, и на это нужно обращать внимание, ну, что еще, человек должен знать, что он чего-то не знает, это должно его мотивировать к изучению какого-то вопроса, да, какого-то предмета, то есть он должен уметь оценивать трезво свои возможности, это, опять же, оценочная самостоятельность в геометрии решил задачу, сразу видно, да, не решил задачу, понятно, нужно еще работать, что-то нужно посмотреть и так далее, то есть вот здесь тоже геометрия, планиметрия архиважна, но и, конечно, практикоориентированный курс, вот эта функциональная грамотность, вот человек должен применять, зачем ему эти знания, он, во-первых, ребенок будет усваивать знания тогда, когда он будет понимать, что они лично ему нужны, не для того, чтобы написать контрольную работу, а вообще для жизни, то есть, ну, не только для того, чтобы написать контрольную, но и для жизни, вот, вот, остановимся сегодня только на этих вопросах, конечно, объем многогранный, ну и еще, безусловно, следует учитывать и интересы учителя, следует учитывать и вот проблемы, так сказать, субъективные или объективные, но вот проблемы преподавания геометрии, проблемы того, что мало времени отводится на курс геометрии, мало времени уделяется геометрии, дети не справляются с геометрическим материалом, хотя вот, может быть, я попыталась доказать, вот, что архиважно, как раз геометрия как инструмент, вот, формирование современного образования, да, современных умений и навыков, это просто исключительный инструмент, идеальный, самый эффективный инструмент, вот, в курсе средней школы, поэтому, конечно, геометрии нужно уделять более пристальное внимание, хотя часов, безусловно, маловато и очень будет хорошо, если за счет школьного компонента можно будет взять этот час, вот, таким образом. Ну, давайте пойдем дальше, вот, рассмотрим, как же в нашем учебно-методическом... Опять куда-то подевалась. Как же в нашем учебно-методическом комплекс... Господи... ...вам это сейчас показать. Значит, вот, смотрите, у МК не только учебники, но и электронная форма учебников, рабочая программа, поурочные методические рекомендации пишутся к первому сентября. Да. Первая-вторая глава поурочных методических рекомендациям будет на сайте уже к каждому уроку. И, что немаловажно, неизвестно, что будет дальше и как, и серия онлайн-уроков для тех, кто начинает работать по седьмому классу. Серия онлайн-уроков по геометрии будет вот на первые два месяца, на первую четверть. Но потом, если нужно будет, мы их сделаем. Кроме того, есть тетрадь-тренажер, которая очень нравится учителям, вот, восторженные отзывы. Тетрадь-экзаменатор и готовится вот геометрия в компьютерной среде. Посмотрите, пожалуйста. Итак, вот давайте начнем с формирования читательской компетенции. Как ее формировать? Ну, прежде всего, на чем? Для того, чтобы формировать у ребенка читательскую компетенцию, должны быть тексты специально, образом структурированные, специальные тексты, доступные для понимания ученика, да, интересные, учитывающие возрастные особенности, ориентированные на практическое применение знаний, в которых заложена и мотивационная часть, чтобы ребенку было интересно, чтобы он понимал, зачем он это учит, да. Ну и второе – это система упражнений. Вот такие тексты мы уделяли внимание, это сферовская диалоги текстом. Вот специальные в рубрике есть в тетради-тренажере у нас работаем с текстом для этого. Ну и так далее. Вот посмотрите, красочный учебник, интересный, мотивационная вот часть. Ну, например, вот давайте рассмотрим сумму углов треугольника. Вот, можно брать любой. Значит, вот смотрите, все треугольники, несмотря на их разнообразие, да, они уже познакомились с треугольниками, обладают одним и тем же важным свойством, представленным в следующей теореме. И вот теорема, вот мотивационная часть, вот регуляторные универсальные учебные действия. Что они узнают? Сумма углов треугольника, как внешний угол треугольника, ну и так далее. Вот, если вы посмотрите, но потом посмотрите, уже времени мало, абсолютно доступный текст даже для слабого ребенка. Чертеж, ребенок, учим, ребенка, смотрите, это обучение, работе с информацией, представленной в разном виде. Вот геометрия уникальный, уникальный предмет для этого. Вот, посмотрите, значит, мы, он прочитал текст теоремы, да, вместе с чертежом, да, а дальше идет работа над текстом теоремы, вот рубрика «Работаем с текстом», «Тетради тренажер», «Система упражнений». Прочитайте теорему, да, запишите условия теоремы, запишите заключение теоремы. Какие приемы использовались, нам нужно, чтобы ребенок осознал и запомнил теорему. Какую ранее изученную теорему использовали при доказательстве. Вот, а дальше уже на осмысление полученного, то есть формирование именно читательской компетенции, да. Сколько острых углов имеет любой треугольник, да. Почему в треугольнике не может быть двух прямых или двух тупых углов? А вот в вопросах и заданиях докажите, что у любого треугольника, по крайней мере, два угла острые. Видите, мы немножко по-разному ставим тот же самый, тот же самый факт, а немного с другой стороны, да. Теперь посмотрите, пожалуйста, представьте рисунки, иллюстрирующие ваш ответ. Вот он отвечает, почему в треугольнике не может быть двух прямых углов? Пожалуйста, будь любезен предоставить рисунок. Дальше. Может, опять, вроде получили информацию, исследовали ее, а дальше применяем. Может ли в равнобедренном треугольнике углы при основании быть тупым, угол при основании быть тупым, прямым, да. А может ли угол противоположной основанию быть тупым, прямым? То есть вот мы сразу же проверяем, усвоил ребенок материал или не усвоил, и даем ему возможность этот материал усвоить. Вот такая система упражнений, да. В равнобедренном, ну и сделаем вывод, в равнобедренном треугольнике углы при основании всегда, и это должно остаться у него, вот это знание, которое он получил. В равнобедренном треугольнике усвоил. Углы всегда острые, да. Угол при вершине противоположной основанию может быть любым. И так далее. Вот посмотрите, пожалуйста, мы прошли сумму углов треугольника и возвращаемся ко второму признаку равенства треугольников. Немножко его изменим, да. Можно ли утверждать? Мы не говорим, докажите, да. Мы ставим проблему перед детьми, которую они должны осмыслить, исследовать, применить полученные знания и сделать вывод. Мы не даём, вот, ну, задача такая, не давать готовый вывод. Докажите, конечно, есть такие задания, безусловно. Докажите, что это уже ребёнок подгоняет свои утверждения под, ну, вот, свои, там, умозаключения под утверждение. А здесь мы не даём ему готового утверждения. Можно ли утверждать, да? Если да, то можно ли назвать данное утверждение признаком равенства треугольников? Ну, что если два угла и сторона? Любая сторона, да? Любые два угла и любая сторона. Вот таким образом формируем и исследовательскую деятельность, и читательскую компетенцию. Ну, например, вот окружность, описанная около треугольника. Вот текст, если вы посмотрите, они достаточно. Вот система упражнений к тексту в учебнике, да? Вот система работы с текстом в тетради тренажёра. Прочитайте опять, запишите условия, запишите заключение. Какое свойство? Вот всё на осмысление на качество. Всё направлено на качество. Какое свойство серединного перпентигуляра к отрезку используется в доказательстве теоремы? Каким свойством обладает точка пересечения серединных перпендикуляров? То есть они должны понимать, что она равно удалена от всех вершин, да? То есть они должны сделать этот вывод сами. Да? Это дорогого стоит. Что нужно сделать, чтобы определить центр, описанный около треугольника окружности? Ну и дальше вот, пожалуйста, сделайте вывод. То есть практическое применение полученных знаний, да? Практическое применение. Ну и вот в каком случае треугольник будет описанным около окружности? Значит, они должны исследовать все, исследовать всевозможные вот эти вот предложения, которые даются. Если все его стороны имеют общие точки с окружностью, если все его вершины лежат на окружности, если все его стороны касаются окружности и так далее. То же самое в каком случае можно утверждать, что окружность описана около треугольника? То есть задание направлено на то, чтобы дети не путали вписанное и описанное около треугольника окружности. Вот, пожалуйста. Ну и дальше, дальше мы применяем эти полученные знания. Дан прямоугольный треугольник. Нужно доказать, что центр окружности находится в середине гипотенузы, да? Вспоминаем вписанные углы и так далее. То есть вот применяем полученные радио ранее знания, да? Медиана проведенная... Мы исследуем этот факт и делаем разные выводы, да? Ну, об одном и том же. Медиана, проведенная гипотенузе, равна ее половине. Медиана, проведенная гипотенузе, делит треугольник на два равнобедренных треугольника, да? А дальше, смотрите, пункт второй. Один из углов равен 30 градусов. Теперь докажите, что один из треугольников, полученных медианой, проведенной гипотенузе, равносторонний, да? Ну и, ну, ну вот и так далее. Под каким углом основания треугольника видно из центра окружности? Там, ну, другая задача, вот, золотой, один из углов равнобедренных, золотой треугольник. Исследуем вообще у нас серия задач на золотой треугольник, потому что там очень много свойств интересных. Вот, как еще, как работаем с текстом? По данному краткому условию составьте различные варианты текста задачи и решите ее, да? Либо вот прочитайте пункт, там, учебника и объясните, почему данные ниже утверждения неверны. И в каждом случае представьте контрпример. То есть, вот, перевод одной информации из текстовой в графическую и так далее. Вот, сколько и какие условия должны выполняться, чтобы два отрезка, чтобы для вот трех отрезков выполнялось равенство, да? Что три точки должны лежать на одной прямой. Ну, вот, и обратное. Точки А, Б и С лежат на одной прямой. Какое соотношение между отрезками выполняется, если точка А лежит между точками Б и С? Причем вот они в другом порядке, точки расположены, чем предыдущие упражнения. Вот, прочитайте текст учебника и как принято обозначать равные отрезки. И выполните задание и обозначьте равные отрезки. То есть, вот, запоминание, ну, работа, безусловно. Вот, коллеги, когда мы формируем метапредметные умения навыки, мы более эффективно формируем и предметные умения навыки. Без них никуда, да? И это очень важная составляющая курса. Но они эффективнее гораздо формируются. Вот, дайте определение вертикальных углов, докажите свойства. Какими могут быть два угла, образованные при пересечении двух прямых? Мы вертикальные, смежные, они могут быть разные, там, тупые, прямые, острые и так далее. И вот, пусть они работают над этой классификацией, выбирают то, что нужно. Верно ли утверждение? Что и дальше работа над существенными признаками тоже, вот, понятие идёт тоже в обязательном порядке. Теперь вот посмотрите, пожалуйста, такую, такая вот серия упражнений. Дополните утверждение, да? Чтобы они оказались верными, так? Вот, в прямоугольном треугольнике острые углы могут быть какими? Они должны выбрать верный ответ. Ну, и так далее. Вот просто времени немножко уже поджимает. Особое внимание верным и неверным утверждениям. У нас они есть обязательно и в каждом параграфе, в задачном материале к параграфам. У нас они есть и в тетради-тренажёре. У нас они востребованы и в тестах, у нас они востребованы, то есть они есть и в проверочных работах. Это идеальнейший, вот, тоже инструмент, анализ текста, выделение существенных признаков, заключение, проверка гипотезы и так далее. Вот они, вот, верные и неверные утверждения, они есть. Вот, как ещё мы учим работать с информацией? Ну, дан текст задачи, по тексту задачи нужно составить условие, да, краткое, чертёж и решить задачу. А здесь наоборот. По данным рисунка нужно сформулировать текст задачи и решить её. Причём на начальном этапе мы даём и дано, то, что дано, то, что нужно доказать, краткое условие и чертёж. А потом просто по данным рисунка сформулируйте задачу и найдите неизвестные величины. Вот, пожалуйста, они уже без краткого условия должны на этом этапе. Посмотрите, это же очень эффективное умение, это же очень эффективное упражнение для формирования умения решать задачи. Видеть геометрическую задачу, видеть математическую модель задачи в текстовом файле. То есть это вот очень важное умение. Ну и различные практические задания. Вот отметьте на окружности некоторую точку, отличную от точек А и Б. Обозначите её М. Вот чему равна величина угла А, Б, М? Ну, когда угол, опирающийся на диаметр, прямой. И мы делаем выводы. А дальше применяем это. По данным рисунка составьте различные задачи. Тут можно несколько вариантов задачи. И решите их. Вот то же самое и дальше идёт применение. Теперь очень много вот и таких задач у нас великое множество. Вот видите, найдите неизвестную задачу на готовых чертежах. Мы формируем... У нас очень много задач на готовых чертежах. Мы формируем предметные умения и навыки. Причём они все разноуровневые. Вот посмотрите. Это начальный уровень, это средний уровень. Эти задачи уже более... Вот задача более высокого уровня. И здесь то же самое. Вот если вы посмотрите, у нас таких задач, у нас многоуровневые задачи. Не всегда дети имеют... Учебник наш для базовой школы, да? Это базовое образование для общеобразовательной школы и так далее. Но мы отлично понимаем, что не везде есть возможность отправить ребёнка в специализированную школу. Мы знаем, что у подавляющего большинства учителей учатся дети-звёздочки и учатся дети, которые совсем нулевые, имеют нулевые знания и представления и не сформированы никаких навыков. Поэтому вот учебник разноуровневый, и он рассчитан на любой уровень математической подготовки ученика. У нас начинается с простых заданий, очень много простых заданий начального уровня. Но у нас есть и олимпиадные задачи, и задания. У нас есть задачи, которые рассчитаны на любой уровень ребёнка. Там их несколько пунктов, да? Первые два пункта выполняют слабые учащиеся, там следующий пункт задачи выполняют средние учащиеся, а вот для сильных учеников остаётся ещё тоже работа. Вот такая система. Это мы будем дальше в серии семинаров, вот в серии вебинаров рассматривать такие задачи. Вот овладение способами рассуждений. Различные способы рассуждений ребёнок должен овладеть. Они представлены как в опорных задачах. Опорные задачи у нас, все теоремы у нас в теоретических разворотах. Опорные задачи – это способы рассуждений, методы, приёмы математики. Вот мы рассказываем, показываем. Вот посмотрите, прочитайте, в чём состоит метод доказательства от противного. И докажите, вот решите эту задачу методом доказательства от противного. Они уже решили эту задачу другим методом. Теперь они пусть решат вот таким. Дальше вот посмотрите, пожалуйста. Ну вот здесь вот тоже приём, шагаем по периметру, например. Вот мы в учебнике описываем этот приём и даём, и в учебнике, и в тетради тренажёре даём задание на владение этими приёмами и способами. Вот этот способ рассуждений и приёмами. И вообще у нас такое вот усиленное внимание и приёмам, и методам математики, и способам рассуждений. И в опорных задачах, и у нас в отдельные подпункты выделены, например, приёмы, и в отдельные пункты выделены методы математики. Вот мы тоже на это обращаем внимание. Вот посмотрите, пожалуйста. Да, как применять задачи исследовательского характера, задачи, навыки исследовательской деятельности нужны каждому человеку. Вот эта задача простая, но у нас есть и задачи высокого уровня исследовательские. Они присутствуют и в задачном материале к параграфам в учебнике, и в тетради тренажёре есть рубрика «Анализируем и рассуждаем». Вот там задачи исследовательские высокого уровня. Опять же задачи целой серии есть задач. Вот, ну и так далее. Вот посмотрите, пожалуйста, значит, прямоугольный треугольник, известная гипотенуза. Нужно взаимное расположение прямой, содержащей гипотенузу узнать, и окружности с центром в вершине прямого угла. Если радиус, вот такие радиусы, там больше катета, меньше катета, в каком случае касается и так далее. И вывод, опять же делаем вывод, будут ли эти утверждения справедливы, которые сделают выводы, дети сделают исследовав вот эти взаимные расположения. И для любого прямоугольного треугольника с данной гипотенузой. То есть, вы видите, мы обобщаем и систематизируем знания, да, и у ребёнка это откладывается. И это очень важно, востребовано и на УБ, и на ЕГ и так далее. Вот опорные задачи я вам уже говорила, у нас они тоже есть. Ну, вот уже, коллеги, у меня достаточно мало времени, вы можете посмотреть. Вот хотела рассмотреть целую серию задач, какие вот, ну, будем говорить про исследовательскую деятельность потом. Вот смотрите, что ещё? Ребёнок должен понимать, сам понимать, не только учитель, да, усвоил он материал и не усвоил, что нужно для этого сделать. Какой у нас есть для этого, какие инструменты есть? Вот рубрика «Подведём итоги», да, ребёнок может пройти, это в конце каждой главы. Ребёнок может пройтись и понимать, что у него, что он усвоил, что надо ещё усвоить. Всё это систематизировано с текстами учебника, ну, с текстами главы и так далее, да. Вот для учителя зачёт по главе, пожалуйста, там, готовый, не нужно ничего. Вообще технология труда учителя мы постарались облегчить максимально, да. Любые разноуровневые задачи до олимпиадных и внеклассной деятельности для работы кружка, они в учебно-методическом комплексе есть. Подготовка задания на повторение с восьмого класса в каждом параграфе, который преследует и повторение изученного материала и активизацию учебного материала для изучения нового. Рубрика «Готовимся к экзамену» в конце каждого параграфа в девятом классе есть. Там разноуровневые задачи, не только первые части. Они содержат все эталонные задания экзамена. И вот у нас в тетради-тренажёре включены и новые задания, которые вот нового формата ОГЭ. Они у нас, вот видите, мы прямо в десятку попали, они у нас тоже такие есть. Посмотрите, пожалуйста, что ещё есть. В конце каждой главы тетради тренажёра есть рубрика «Выполняем тест». Ребёнок тоже может понять свой результат. Можно использовать по-разному. Учитель может использовать как и контроль промежуточный и так далее. В конце учебника, вот систематизация и обобщение материала учебника. То есть вот здесь проверка метапредметных умений и навыков. Ключевые компетенции мы проверяем. Как они сформированы, вот как сформирована критичность мышления, как креативность, коммуникативные навыки для работы в группе и кооперация. Вот это вот всё. Придумывают свои задачи, исследуют задачи, придумывают свои задачи, придумывают свои признаки, свойства и признаки, ну и так далее. Вот тоже, пожалуйста, представлена эта серия. Теперь в тетради-экзаменаторе у нас есть рубрика. Сначала идёт «Проверь себя» – это тест по знанию главы, материала главы, которая содержит и эталонные задания для подготовки к экзамену с седьмого класса, начиная. Вот. А потом идут уже проверочные и контрольные работы в четырёх вариантах. Два базового, два повышенного. Вот так. Теперь практика. Курс должен быть практикоориентированный. И по функциональной грамотности это будет 20-го числа вебинар. Как формировать функциональную грамотность. Вот посмотрите, пожалуйста, да, жизненные ситуации или эталонные задания тоже из жизненной ситуации. Вот смотрите, вот эти практические задания, проектные такие небольшие задания, они вот здесь представлены. Составьте инструкцию, да. Вот в салон самолёта можно взять багаж вот такого размера. А как сумка-то неровная, ну, например, чемодан ещё там более-менее габариты можно знать. А как проверить габариты сумки, можно взять в салон или нужно сдавать в багаж. То есть практика, мы показываем, что геометрия – это жизнь. Геометрия нужна для жизни практической. Вот это тоже важно понимать. Вот посмотрите, пожалуйста, вот эти вот эталонные задания, мы тоже показываем, что они взяты из жизни, что они практикоориентированные задания. Вот. То есть у нас, и всё это в системе. Всё это, вот видите, тест «Проверь себя» по, вот он заключает 19 заданий. Полностью мы проверяем качественное, мы проверяем качественное усвоение материала. Понимаете, вот формирование не только предметных, конечно, и предметных умений и навыков. Я не говорю об этом, об этом делает, это делает каждый учитель на каждом уроке. Вот немножечко у нас трудности с формированием функциональной грамотности, с формированием метапредмета. Коллеги, ещё раз хочу повторить, что формируя, ставя во главу угла формирования метапредметных умений и навыков, тем более мы более эффективно будем формировать и предметные. Вы даже не заметите, как это. Но это ребёнок получит другое качество. Вот всё это у нас заложено в системе упражнений, то есть ничего придумывать не надо. Вот целая система упражнений, такая вот мощная упражнений, избыточное количество. Вот учебники наши представлены в федеральном перечне, вы видели. Вот сейчас седьмой класс вышел весь. Сейчас в августе уже, наверное, вышел, ещё не видела сигнала. И к восьмому классу, потому что часть учителей уже работает по восьмому классу. Вот, уважаемые коллеги, кто слушает, вышел восьмой, или в ближайшие дни выйдет восьмой класс, и тетрадь-тренажёр, и тетрадь-экзаменатор, всё будет. На сайте есть по программам курса, по урочное планирование тематическое. Вот, всё это представлено на сайте. Вот, коллеги, видите, в рубрике в тетради-тренажёры, тетрадь-тренажёр, коллеги, можно использовать, и экзаменатор, пожалуй, можно использовать не только к нашему учебнику. Они эффективны и ко всем учебникам, которые вот в планировании в парадигме такой традиционный. Первое, и к учебнику Атанасяна подойдёт, и к учебнику Бутузова подойдёт. Вот, какие ещё учебники? К учебнику Погорелова не подойдёт, но там свои эффективные тетради, хорошие тетради есть. Они у нас, наши тетради совсем другие, видите, они многофункциональные, многоцелевые. Вот, пожалуйста, посмотрите, обратите внимание, они вам помогут эффективно построить учебный процесс. Вот мои координаты, уважаемые коллеги. Я вот не вижу вопросов, по-моему, нет, нет сегодня вопросов. Да, тысячу извинений, что вот технические сбои вот из-за интернета у нас получились. Так, где можно приобрести, где можно приобрести, ну, либо в торговых структурах, либо в интернет-магазине. Если в интернет-магазине издательство просвещения, то там, наверное, самая оптимальная цена, самые дешёвые. И если вы заказываете, покупаете на класс, то доставка бесплатна. То есть вот таким образом. Доставка, по-моему, была свыше 4 тысяч бесплатна. Сейчас там может быть какие-то скидки, в интернет-магазине постоянно какие-то скидки бывают. Вот вы посмотрите, вы можете скооперироваться друг с другом и с учителями разных, предмет на школу прислать, чтобы бесплатная доставка была. Вот есть ли для 10-го по математике элективных курсов вообще, насколько я не совсем сейчас в теме не слежу, но, насколько я знаю, есть элективные курсы для 10-го, 11-го класса, просвещение выпускала, книгу Никольского, вот элективные курсы для элективных курсов, очень хорошие элективные курсы, вот авторов Никольского и группы, вот соавторов, для дополнительных занятий в профильных классах. Что я еще рекомендую? Посмотрите для себя учебник для, ну это для математических очень крутых школ, если не таких вот как, например, там 52-3-9 Санкт-Петербургская, и это автор, вот директором является, Протусевич, учебник Протусевича для элективных курсов, посмотрите, пожалуйста. Что еще, уважаемые коллеги? Ну, в общем, я вам вообще рекомендую, посмотрите, если нет возможности купить учебник, возьмите себе электронную версию, посмотрите, она же дешевая, но обратите пристальное внимание на тетради-тренажеры, они подходят ко многим учебникам, и они очень эффективны. Вот на сегодняшний день, пожалуй, вот нет такого, таких тетради-тренажеров нет. Вы применяете элементы технологии УДЭ? Нет, нет, это немножко другое. Если у вас нет видео или звука, обновите страницу. А, это так. Но, коллеги, наверное, да, наверное, вот если нет вопросов, вопросов нет, да? Да, вот на этот вопрос, на этот вопрос я ответила. Если вопросов нет, тогда я с вами прощаюсь. Я надеюсь, что мы будем... А, вот есть какой-то вопрос, еще один, да? Я надеюсь, что мы с вами будем, я вас приглашаю на цикл вебинаров. Каждую неделю будут вебинары по методике преподавания по нашему учебно-методическому комплексу, вот как, как организовать исследовательскую деятельность, как организовать самостоятельную работу, как организовать групповую работу, как вот, как формировать, ну, как вот изучать тот или иной материал и так далее, как готовить к итоговой аттестации, как подготовиться к ВПР, как подготовить ребенка вот к исследованиям, там, ПИЗа и ПИЗа. Можно ли приобрести электронную версию тетради? К сожалению, электронной версии тетради нет. Электронная версия есть только учебника, поэтому вот, к сожалению, нет, да. Но посмотрите, нет, тетрадь в интернет-магазине, я смотрела, тетрадь стоит 195 рублей. Для себя, может быть, вот, ну, наверное, можно, можно ее приобрести. Спасибо вам большое за то, что вы были вот сегодня на вебинаре. Очень буду рада, если эта информация будет полезна. Вот, желаю, уважаемые коллеги, желаю вам, как сказать, желаю вам думать о главном, да, о том, что у вас дети, да, что дети, вот, они беззащитны, что дети, если, что вот это главное, а все остальное, не обращайте внимания. Не обращайте внимания, стараться не обращать внимания, потому что жизнь – это такая хрупкая штука, и нужно беречь свое здоровье, и беречь себя. И помнить, что работа – это только часть жизни, дорогие коллеги, что есть еще другая жизнь, и что кроме школьных детей есть свои собственные дети, которые тоже хотят любви и внимания учителя. И вот я вам желаю, чтобы у вас оставалось время, и мы в своем учебно-методическом комплексе, в общем, старались освободить время учителя, то есть минимизировать время учителя на подготовку к уроку. Вот, желаю вам всего доброго, будьте здоровы, будьте счастливы, и удачи, удачи и удачи. Хороших учеников! Спасибо. 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 Спасибо.